Здравствуйте! Вы смотрите новости пятого канала в студии Кристина Кущей. В начале выпуска коротко о главных темах. Оказывается, здесь помощь диагностическая, лечебная. Помощь в вопросе диспансеризации. Бывшее здание гинекологии вновь наполнено пациентами. Сегодня там уже оказывают медицинскую помощь и людям, страдающим онкологическими заболеваниями. Мы просто живем друг с другом, дети друг друга любят. Почетным знаком материнская слава наградили жительницу нашего города Анну Литвинову. Женщина одна воспитывает семерых детей. Результаты у нас показывали хорошие не только ребята, не только в интеллектуальной деятельности, но и в спортивной, в творческой деятельности. Ученики из 4-й гимназии приняли участие в региональном этапе Всероссийской Олимпиады и вернулись с него победителями и призерами. Бывшее здание гинекологии вновь наполнено пациентами. Только сегодня там медицинскую помощь медики будут оказывать людям, которые страдают онкологическими заболеваниями. Вот давайте посмотрим, что процедурно. Вот, пожалуйста, процедурный кабинет. Вот медицинская сестра сидит, которая учитывает все манипуляции, проводится забор анализов. Все это поступает в лабораторию. Людям, страдающим онкологическим заболеванием, больше не придется аютиться в поликлинике номер один с другими пациентами. Теперь их недуг медики будут лечить в отдельном здании, ранее в котором медицинскую помощь оказывали женщинам с гинекологическим заболеванием, а после коронавирусным больным. Сегодня там уже ведется прием. Первое впечатление. Мне понравилось. Хорошо, чисто, уютно, тепло. Медицинские услуги нас устраивают. Кого не знаю, но нас устраивают. Сами онкологи отмечают, оказывать медицинские услуги стало проще, так как здание центральной городской больницы сегодня находится с ними по соседству. А ранее приходилось в него ездить. Ведь прохождение компьютерной томографии и эндоскопии осуществляют в ЦГБ. По словам специалистов, на сегодняшний день существует масса вопросов, но все они решаемы. Оказывается, здесь помощь диагностическая, лечебная, помощь, вопросы диспансеризации прорабатываются. В настоящий момент, конечно, возникает масса всяких разных вопросов. Эти вопросы возникают ежедневно. И поверьте мне, эти вопросы помаленьку решаются. Какие вопросы? Вопросы кадровые. Вот только этого вопроса я вам могу сказать, что по всем нормативам один врач-онколог положен на 25 тысяч населения. Как я вам уже сказал, площадь обслуживаемого нашего региона, вот 6 районов и Каннский район, как я уже сказал, это больше 200 тысяч населения. У нас работают три доктора. И эти три доктора работают не только в Центре амбулаторной онкологической помощи, но еще и в отделении. И мы работаем. Мы надеемся на то, что пройдет какое-то время, к нам приедут новые доктора. За это время мы решим не только кадровые вопросы, мы решим вопросы диагностического плана. Там еще какие-то вопросы, которые, как я уже сказал, они возникают ежедневно. На сегодняшний день, конечно же, существуют определенные недочеты, начиная с наружного вида здания и заканчивая оснащением для лечения неутешительного диагноза. Поэтому специалисты уже в скором времени обещают привести больницу в порядок, чтобы больные чувствовали себя комфортно и получали качественную медицинскую помощь. Состояние здания, о котором многие говорят, да, здание, конечно, оно у нас достаточно старенькое, и действительно его внешний вид вызывает некоторые негативные реакции. Но мы не должны забывать, что оно два года было под коронавирусом, поэтому внешний ремонт мы, собственно говоря, просто не старались осуществить, потому что были определенные ограничения. Значит, несмотря на это, после каждой волны производился ремонт внутри здания. Перед переездом ЦЛОПа мы провели обновление электросхем, проводки. Проведены были дополнительные кабельные линии для компьютерной техники, чтобы все было в соответствии со стандартами и все работало хорошо. То есть эта работа была проведена. Кроме этого, планируется капитальный ремонт этого здания. В министерство подана заявка на ремонт крыши, замену окон. Те текущие ремонты, которые мы могли сделать своими силами, они все осуществлены. Здание внутри готово к приему амбулаторных пациентов. В будущем специалисты планируют оказывать всю необходимую помощь онкобольным только на базе данного учреждения. Кроме того, на втором этаже после капитального ремонта в планах разместить отделение дневного стационара, где будет проводиться химиотерапевтическая помощь. Кристина Куща, Александр Минеев, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Почетным знаком материнская слава наградили жительницу Канска Анну Литвинову. Женщина одна воспитывает семерых детей. Нашей съемочной группе удалось побывать в гостях у семьи. Подробности в сюжете далее. «Стояла елка, украсили ее игрушками шоколадными. Они залезли под стол, где елка стояла, и потихо это. Одному году уже не было игрушек. Одной было четыре, другому полтора, но у них уже был такой сговор». Ярких и забавных воспоминаний у Литвиновых очень много. И открывая фотоальбом, они словно живые, картинки встают перед глазами. Оказавшись рядом с ними, ощущаешь, что в этом доме царит по-настоящему теплая атмосфера. Самое главное, что такое большой семье, все окружены заботой. И никто не может сказать, что у них было несчастливое детство. Наоборот, даже старшая дочь Валерия, которой уже 22 года, отмечает, что несмотря на то, что ей приходилось постоянно следить за младшими, для нее это было не в тягость. И проживать свою жизнь она успевает более чем полноценно. «Как-то так получилось, что я очень люблю своих братьев и сестер. И никогда не было такого, что я думала, что вот, чтобы их не было. Ну, бывает такое, что у некоторых семей, ну, даже среди моих знакомых, такое бывает. Я очень люблю своих младших братьев и сестер. При этом я успевала и в художку ходить, и в музыкалку, и на вокальную студию, еще в школе активистка, еще с детьми помогала уроки делать. То есть вообще, как-то, и мне всегда на все хватало времени. Как-то так получилось, что дети, ну, всегда меня слушались. Я для них тоже авторитет. Конечно, мама, она самый главный авторитет, но на втором месте все-таки я иду, когда к маме сказала правая рука. Что если я сказала, что нужно там идти домашнюю работу делать, они идут и делают. Надо что-то там помыть, убрать, помочь. Конечно, они идут и делают. Все дети отлично учатся и не испытывают никаких проблем с дисциплиной. Лера уже на третьем курсе Каннского медицинского техникума. Старший брат закончил школу космонавтики и сейчас получает высшее образование в Красноярске. Каждый из ребят чем-то увлекается, кто-то борьбой, кто-то плаванием. В общем, никто не сидит на месте. И при этом они безумно любят друг друга и рады, что у них такая большая семья. Живет хорошо, мама очень добрая. Ну, иногда ругается, но все, ну, нормально. Ну, всегда поможет, если трудности есть. Ревности нет. Поэтому мы никогда не ссоримся, ну, почти никогда не ссоримся. Сама Анна Литвинова говорит, что у нее нет никаких секретов воспитания. Главное – просто любить своих детей и прививать им правильные ценности. При этом женщина считает, что в большой семье, наоборот, каждому достается намного больше внимания. Так как кроме родителей есть братья и сестры, которые также окружают заботой. Есть такой стереотип, что старшие дети все такие замученные, все на них повесили. В общем-то, мне кажется, у нас не так. Мы просто живем друг с другом. Дети друг друга любят. Друг за другом, конечно, где-то присматривают. Все как у всех. Все обычно. Проблемы, если какие-то есть, детские, подростковые или еще какие-то, переходный возраст. Ну, это как у всех. В общем-то, у меня у подруги двое детей. В общем-то, все так же, как и у нас. Дети – это счастье? Да, это, конечно, счастье. Без них было бы очень скучно. Жизнь была бы очень интересной. Женщина уже около семи лет воспитывает детей одна, держит домашнее хозяйство, работает, но абсолютно не считает, что она чем-то отличается от других матерей. Почетный знак материнской славы – это, естественно, ее гордость. И получить она его смогла в том числе и благодаря сотрудникам социальной защиты. Мы уже помогли собрать определенный пакет документов и отправить в Министерство социальной политики города Красноярска. Литвинову Анну Анатольевну я знаю уже по несколько лет. Она приехала к нам с города Красноярска. У нее на тот момент было еще четыре ребенка. Она положительная семья, активный образ жизни ведет, работает. Невозможно не отметить, что семья Литвиновых – это на самом деле пример для подражания, так как в наше время очень немногие не боятся взять на себя такую ответственность. Причем воспитав детей настолько правильно, что в их дом хочется вернуться вновь и зарядиться этой приятной энергетикой. Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Сразу после небольшой рекламы вас ждет блок коротких новостей, новости спорта, а также мы расскажем, в каком конкурсе приняли участие ученики 4-й гимназии. Не переключайтесь. Канск «Гаражная 2Б». Каннские школьники продолжают прославлять свой город на краевом уровне. Ученики из 4-й гимназии приняли участие в региональном этапе Всероссийской Олимпиады и вернулись с него победителями и призерами. Как нашим землякам удалось отличиться, узнаете прямо сейчас. Меняли направление. Берем тут за усеяние. На трудах ученики 4-й гимназии полностью поглощены работой. Навыки, которые они получают на уроках, позволяют им в дальнейшем создавать собственные уникальные изделия. Причем за свои старания заслужить высокую оценку они могут не только от учителя. Ребята стали призерами и победителями краевого этапа Всероссийской Олимпиады по технологии. Это фактурно драпированное панно из шпатлевки в стиле джапанди. Я очень заинтересовалась просто стилем этим и решила побольше о нем узнать. И вообще сам этот стиль – это смещение двух интерьерных традиций – скандинавско-японской. И основными особенностями стиля являются фактура, натуральные материалы и простые формы. Я максимально пыталась передать эти особенности в своих работах. Я начал изучать культуру восточных стран и узнал, что дракон означает благополучие, приносит только хорошие события и обгоняет все неприятности. Я могу менять цвета с пульта, яркость, выключать, включать, ставить, чтобы она переливалась или морогала. Идея заключалась в подарке для бабушки, как подарок на 8 марта. Самым сложным было изготовление самой электрической части, то есть изготовление циферблата и светодиодов. Их было решено сделать в виде глаз для того, чтобы они не мешали внешнему виду и даже его подчеркивали. В темноте они еще ярче и вполне видно циферблат. Однако не только руками, но и умом достигнуть высоких результатов могут гимназисты, что они доказали на краевом этапе Всероссийской Олимпиады и по другим предметам. Я впервые принимала участие в чем-то таком масштабном, и это все было так интересно и в то же время уволнительно. Я когда писала, у меня руки даже немного дрожали, потому что я сидела в кабинете с огромным множеством учеников, которые также способны, как и я. Мы были все на одном уровне. Когда пришли результаты уже, я, конечно, очень обрадовалась. Даже не ожидала, потому что, смотря на других учеников, слушая их разговоры, я думала, что не получится особо хороший результат набрать. Но получилось. То, что я стал призером, это не сколько меня удивило, а сколько подтвердило мое мнение о себе, что я нормально знаю экономику. Такие результаты школьникам удалось добиться благодаря не только их тяге к получению новых знаний, но и работе опытных преподавателей. Как учителя, так и ученики 4-й гимназии постоянно принимают участие в различных конкурсах, демонстрируя высокие результаты. Действительно, результаты у нас показывали хорошие не только ребята, не только в интеллектуальной деятельности, но и в спортивной, в творческой деятельности, в разных культурных мероприятиях. Но также педагоги, которые также становились призерами, победителями разных профессиональных конкурсов. Стоит отметить, этот год для 4-й гимназии юбилейный. Образовательному учреждению исполняется 115 лет. В честь этого события в организации уже прошел ряд праздничных мероприятий. Еще одно заключительное состоится 21 апреля в городском Доме культуры. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. А теперь новости спорта. Наши земляки пополнили копилку «Канска» на 9 призовых медалей. Завоевали они их на открытом первенстве Красноярского края по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 12 лет, которое прошло в Красноярске. Всего в соревнованиях приняли участие 40 спортсменов со всего региона. Наш город представили 12 воспитанников спортивной школы «Олимпиец». По итогу им удалось взять 4 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали. На этом у нас все. Сразу после выпуска новостей вас ждет рубрика «Полезно знать». Ну а с вами была Кристина Куч. Всего доброго, до свидания. В магазине «Рассвет» огромный ассортимент товаров для вашего сада и огорода. Здесь представлено более 2000 наименований семян, овощных и цветочных культур. Лук, сивок, удобрения, стимуляторы, грунт для любой растительной культуры, средства отредителей, кассеты, пластиковые торфяные горшки, ящики для рассады. Полезный магазин будет тем, кто ищет садовые инструменты. Тут вы найдете все, от культиватора до мотоблока и садово-ручного инструмента. А также в продаже имеются теплицы, парники, укрывной, пленка. Большой ассортимент инженерной сантехники, комплектующих, теплый пол, маты и коллекторная группа. Фитоосвещение. Важно, что все собрано в одном месте. Не езди, не ищи. Ищущие подешевле оценят приемлемые цены и специальные бонусные программы. Город Канск, район поселка Рассвет, улица Центральная, Труд, дом 1. Закажи такси 391-61-2-77-77. Для заказа такси без разговора с оператором пользуйся приложением «Максим». Просто отметь на карте, где ты и куда поедешь, и нажми «Заказать». Сервис заказа «Такси Максим» просто современно. С 16 по 25 марта пройдет выставка-ярмарка рыбы от компании «Вкусная рыбная». Большой ассортимент продукции из Камчатки, Норвегии, Сахалина, Владивостока и Чили, семга, чавыча, форель и многое другое. Ждем вас. Мы находимся в Портер Тур 2 возле магазина «Столица». Геродес – это профессиональная помощь в борьбе с вредителями. Вот уже 10 лет мы избавляем квартиры от тараканов и постельных клопов. И теперь мы работаем в вашем городе. Обслуживаем управляющие компании, общепиты и другие организации. Обрабатываем помещения и открытые территории от клещей, насильком их и грызунов. Предоставляем отчетные документы для надзорных органов. Звоните по этому номеру. Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку Пятого канала и его увидят. Телефон стола заказов 2 05 20.